и снова здравствуйте мы продолжаем наш мануальный массаж ног начинается сет номер 4 переходим непосредственно к стопам для этого мы сейчас будем раскачивать и расшатывать все соединения стопы и совмещать их с точечным массажем делаем такую подкову пальцами и ставим сверху получается две точки как у пунктурные вот надо это косточка этот маленькая такая ручка есть и под ней то есть получается две точки болезненно да и как только вот стимулируем их а вторую руку стимулируем так называемый прием улыбка по сгибу ноги вот этот косточки от лодыжки до этой стороны двери над лодыжками получается вот вся зона большая и это зона и эти точки это точек половой сферы достаточно полезно есть мы стираем здесь у вас получится можете сразу вот они что . пройтись одновременно вот растерли после этого взяли стопу ниже лодыжки до рук у вас заплатили всю стопу плотно как вот теннисную ракетку от пинг-фонга до этого теннис мы хватаем с большим пальцем так и здесь пошел палец на пятку раскручиваю всю стопу достаточно резко энергично в одну сторону в другую сторону теперь переносим руку над удышкой и как мы пытаемся отсоединить стопу под герцогов костей продолжаю раскручивать переносим руку на пятку раскручиваем стопу отдельно от пятки переносим руку выше и это вот захватываем внешнюю сторону стопы а это раскручиваем отдельно внутреннюю сторону геральному сторонам стопы переходим на палец палец отдельно раскручиваем на все стороны и стараемся его так вызвать для этого дела такую песенку и того как аркан так подцепили и дергаем теперь идем потом все пальчики можно подергать тоже документ аркана обмена аркана то есть не просто на себя а такси мошка с натяжением с выкручиваем таким можно покушать и в сторону их вот стимуляция вот это косточки плюс на кость который часто вылазит особенно у женщин пожилых для этому важно для этого мы вот весь палец крутим пытаемся больше отодвинуть внутрь а вторым другим пальцем указательным давим в эту косточку и вставляем назад очень хороший прием ну как бы если у вас уже вылез палец да то тут его обратно встанешь а если процесс только начинается до выпечивания у меня например тоже такое есть я сам себе вставляю то есть расслуживаю палец другим пальцем большим дамы другом кучку назад вот продолжая массаж стоп разворачиваем разворачиваемся сами лицом пальцем с стороны и массируем все пальчики продольно вдоль этих пальцев и между ними вот эти перепонки ребеночке между пальцами промассировали все пальцы покрутили отдельно вот опять щелкают то есть до этого я их путем как палец да полусогнутый на излом а теперь я их массирую с обоих сторон ну как бы по всем четырем углам промассировали достаточно быстро его достаточно такое движение приятное когда вас надо практически тут невесомости а вы мягко другую руку проходитесь и подключиваете пальчики такой женщины прием достаточно эротичный до после вашей манипуляции чем-то я не чувствую недельных приемов дальше опять поворачиваемся с этой стороны пальцев да и надавливаем на косточку вот на вот эту фалангу растираем верхний свод стопы в нижний свод упираемся и пытаемся растянуть эти косточки друг от друга вместе с давлением в пальцы вот дальше начинается такая мануальная практика когда мы сворачиваем стопу внутрь сначала это плотно держимся до плотно-плотно прям развернули плечо и видеть как у меня плечо стоит моё как рычаг резко тут можно три точки приложения усилий сделать и потом запасили вот так плотно вверх и обратно в сторону договорился вот но с ним привычки да это больно делать которые не подготовлены после этого берем но если вас пальцы не прощелкали да можно прям грубую взять и в ту сторону на себя аху дай загнуть люди подготовлены выдерживать все хорошо готовы так ты все взяла да точно ну давай пока пока разворачиваем всю стопу на раскрытие и поддаем именно в пальцы в этот момент у нас очень хорошо растягивается ахиллосохожилия и мы его еще дополнительно разогреваем и такие движения сверху вниз сверху вниз спускаем уже с этой стороны упираемся в пальцы и всю стопу на руку то есть вот на этом сгибе ноги разбиваем и под пяткой опять раскрываем и начинаем массировать по пятку лапы леопарда вот так если разводили рукой там у нас приема пальцы пальцы сходится как будто пытаемся кожу и мясо снять с косточки много хватало проходимся тоже вдоль роста мышц под пятки отодвигаем если у человека подозрения на шпору правило там по центру пятки бывают вот тут косточка вот отдельно достаточно сильно энергично прорабатываем если у вас не хватает силу ваших пальцев можно сделать такой прием когда мы зажимаем кулак и большим пальцем выпячиваем один из других пальцев даром получается поздно до конца и вот эта косточка будет достаточно глубоко офигела инструмент до проработать разворачиваем руку потихонечку обходя вокруг стопы и шестеренки прорабатываем вокруг все и пятки а вдоль самой стопы мы делаем продольное движение тоже от пальцев вниз то есть лимфа идет от пальцев вот туда вниз здесь на самом деле акупунктурно ну все знают очень много находится точек наших внутренних органов да практически их прямой проекции ну конкретно мы не будем изучать все это вот географию стопы да а как бы поймем что вот тут находится кишечник толстая кишка как раз примерно эту область разделим на такую сеточку как бы на клеточке да и в каждую клеточку попытаемся вот нет раньше отцу продавить на этой стопе где заканчивается большой палец вот тут вот тут . есть акупунктурно очень хорошая и вот тут заканчивается тоже точка акупунктурная отвечающая за смотрим на вот эту часть стопы от пятки до большого пальца идет рисунок нашего позвоночника всего то есть получается вот тут крестец копчик его можно отдельно продавить да вот поясница прошла дополнительная стимуляция позвоночника вот ширина пошел вот дошли до черепа череп этого вашего пальца ну кстати честно говоря тут много точек еще внутри находится опять же всем проходить бессмысленно больше двухсот на каждой стопе но я иногда шучу как бы судя по нервам они пересекаются наискосок по организму то есть нога сейчас у нас какая правая правая нога значит отвечает за левую часть тела человека я иногда шучу вот представляете сейчас массирую левую скулу а вот левый глаз а вот левое ухо а вот далее уже костяшками пальцев с этой стороны так вот этими лапа леопарда достаточно жестко может сделать ну если человек не приятно может заметно ладонь и захватываем ногу между стопой и лодыжка вот в этом промежутке пытаемся его расшатать поэтому такие слегка позе поднимаем нога должна почувствоваться что она лежит висит вернее знаете как микрофон есть такие паутинка на такие резиночки висят вот у вас на вот это мембране висит сейчас топово висит мягко и вот так может покачать покачать что-то и покачать по кругу покрутить и поднимать если человек расслаблен то но уже вы его расслабили да нету блок в том можно заметить что начали его за пятку его идет момент вращения колено бедро потом в таз ну вот видите да в принципе блоков мало уже разблокировали проверочка такая так вот я покачиваю расслабляя иклу дополнительно если экране расслабляется не хватает нам да ну видишь на входа и может помочь растрясти ее далее мануальная техника вправление колена под 45 градусов к углу колена ставим в условии туда внедряемся это не здоровая да вроде да были значит у человека здорово конечно ничего и вот этой рукой будем давить на вот это препятствие которая здесь вообще в борьбе это был его прием для этого вспоминайте все наши мануальные приемы они сначала вот растряхивают раскручивают мы уже потрясли да а потом раскачивают такой момент качания есть ну и растянуть можно еще вот так вот тракция сделать и вот эти моменты раскачивания мы ловим тут тут он уграй когда человеку все отдался расслабились достаточно 345 качание сделался потом резко туда мобилизация вот для этого мы давим в голень вот у нас рычаг но переходим дальше переносим руку на середину бедра вторую руку и переносим на свод стопы на юри и экватор тут есть верхняя точка дата стопа и будем поворачивать стопу от голени вот туда для этого надо поставить еще локоть чтобы пятки не уехал сбоку вот тут тоже происходит шелчок мобилизация далее берем ногу расшатываем дополнительно понять показать человек что он расслабился и поворачиваем ее на противоположную ягодицу в этот момент ну во первых говорит о здоровье человек если у него пятки касаются ягодиц вот тут не хватает например кулак до но вообще он должен касаться все касается со стороны с этой с левой стороны предположено и крылья не должен касаться вот не хватает буквально два пальца не хватает но держа ногу так мы дополню можно проработать вот эту сторону и крыльт отдвигая и опять же позволяет вы себе ногу сюда держимся теперь только за стопу чтобы почувствовать момент свободы вот в этом сочленение можно высунуть и ножку вот так с поворотом трясти вот так вот потрясти и прямо человека да мы его тоже расшатан забедренный сустав вот после этого прямо ногу бросили и заключительные движения это как правило вот у нас постукивание рампа и хелесту сухожили часто сейчас пошел бы похлопывание сдрагивание и вытяжение вот на этом можно сказать что массаж ног сзади лежа на столе закончен а в следующем видеоролике мы перейдем к массажу ног спереди